всем привет мои дорогие спасибо огромное что вы заглянули в мой домашний влог и сегодня по традиции я хочу показать вам что нового и красивого появилась у меня для дома и уюта я обожаю украшать свой дом как конечно же любая женщина у меня здесь стоит целый две нераспакованных больших посылки и можете себе представить чего мне это стоило вот она эта красота стоит передо мной распаковать нельзя не распаковала их именно потому что хочу сделать это вместе с вами давайте приступим и так вот они две моих посылочки сейчас будем их раскрывать вместе первая посылка которую я ждала очень большим нетерпением из интернет-магазина штора на дом ну и соответственно можете понять что там шторы но кстати не только шторы сейчас все вам покажу кстати очень удобная коробка тоже порадовала обычно открываешь эти посылки не знаешь с какой стороны ее вообще обрезать отрезать а тут смотрите какая красота 1 1 первое что я здесь вижу это открытка уже приятно посмотрите какая пусть будет уютно да уютно это конечно хорошо и так первое это шторы а вернее это комплект штор выглядят они вот так как на картинке как они выглядят живую сейчас чуть попозже посмотрим так значит здесь комплект штор крепления кулиска и материал стопроцентный полиэстер мне очень понравился цвет и понравилось что эти шторы имеет несколько оттенков и как раз вот цвет очень хорошо подходит для нашей спальни все очень хорошо упаковано я надеюсь что я ничего не напутала с размерами но сейчас посмотрим так дальше а дальше вот такая красивая коробка с бантиком ох как я все это люблю и в ней да в ней комплект постельного белья вот такого однотонного серого цвета что-то последнее время меня прямо вот на серое потянуло очень красивый такой знаете нежно-серый не темный сериал называется трикотаж стопроцентный хлопок какая красивая коробка посмотрите как все отлично упаковано это думаю что эту коробочку но если не я то моя мама точно куда-нибудь приспособить у меня очень это любит посмотрите здесь тоже все так красиво оформлено очень приятный материал очень очень такой комфортный что ли производитель нам обещает что вот эта ткань хлопковый трикотаж она очень легкая она очень она действительно очень приятная хорошо впитывает влагу и прекрасно пропускает воздух я надеюсь что это именно так очень приятный цвет прям очень приятный давно хотела себе именно вот такого цвета однотонное белье и это действительно трикотаж вы знаете у меня не было так это две наволочки у меня не было ни разу постельного белья вот такого из такого материала из материала вот такого качества трикотажная и я не знаю мне кажется мне на ней очень приятно спать Ну и цвет очень хороший. Наволочки размера 50 на 70. Вот таким образом они тут устроены, эти наволочки. Отлично, прям вот мне нравится. Первый раз я заказываю, как я и сказала, такого плана белье. Я сейчас все это добро сложу и вернусь к вам. Далее в моем заказе вот такая большая махровая простынь размером 200 на 220, 100% хлопок. Но заказывала я ее вовсе не для того, чтобы использовать как простынь, а для того, чтобы использовать как покрывало. Я очень люблю покрывало, у меня их довольно много и с помощью их можно, конечно, немножко изменить внешний вид спальни. Стелите новое покрывало и вроде как что-то новое. Но здесь все-таки вот это изделие называется простынь, но я вот именно на сайте Шторы на дом подглядела у них на фотографии, как таким покрывалом застелена постель в спальне и смотрится это очень-очень красиво. Смотрите, здесь ткань матовая, а вот тут с краю, где окантовка, она блестящая. Думаю, будет красиво очень смотреться. Почему я заказала? Потому что у меня очень часто и собака сейчас прыгает на постель. Тоже иногда сажусь на кровать или ложусь с ноутбуком бывает и какие-то такие дорогие комплекты, их просто жалко. Но вот это покрывало мне очень понравилось, что оно действительно не просто как простынь выглядит, а вот такой довольно красивый рисунок, такая красивая отделка. Я думаю, что смотреться это будет так. Что у нас здесь за бирочка? Хочу посмотреть. А, ну, здесь как положено написано, как нужно ухаживать за этим изделием. Вот, красивая, очень довольная и вот так чисто визуально вижу, что очень качественная. Последнее, что было в моей посылке, это вот такая картина. Сейчас будем открывать. Ну и вот такая картина, довольно простая. Заказала ее специально для того, чтобы разместить ее на балконе в своем кабинете. Кстати, в картине шло вот такое крепление специальное. Мне понравился такой веселенький, непринужденный рисунок, как раз то, что нужно на моем рабочем месте. Ему же она очень легкая, у нас там, знаете, стена такая чисто символическая, поэтому ничего тяжелого туда нельзя вешать. А вот такая картина, я думаю, будет в самый раз. В любом случае, я постараюсь все разместить и показать вам, как это смотрится в интерьере. Кстати, я не могу не отметить качество сервиса в интернет-магазине «Шторы на дом». Я получила посылку очень быстро. Оплата есть наложенным платежом, если вдруг по каким-то причинам вы, ну, бывает, что кто-то боится использовать интернет-магазины. Ну, еще такой большой, наверное, плюс в том, что есть курьерская доставка, которую я как раз и воспользовала. Конечно же, я являюсь не только блогером, но и зрителем. Если у меня возникает необходимость, не знаю, в ремонте, мне хочется найти какие-то новые идеи в дизайне, в декоре для дома, то, конечно же, в первую очередь я обращаюсь к YouTube. Хочу посоветовать вам очень интересный и толковый канал, который, я уверена, вам тоже очень понравится. С автором этого канала с очень уютным названием «Пуховое меховое» вы сможете своими руками сделать стильные вещицы для дома, от доски для заметок до органайзера столовых приборов. Узнайте, как при ремонте выбрать цвет стен, необычно расставить мебель и грамотно зонировать пространство даже в самой маленькой квартире. Если вы давно хотели выбрать новые шторы, красиво оформить постель и вообще сделать квартиру уютной, тогда вам сюда. Обязательно заходите, ссылочку на канал я размещу в описании к видео. Решила я эту картину, а вернее постер пока никуда не вешать, пусть она постоит вот таким образом на моем рабочем столе. Ну, надоест, потом уже подумаю, куда ее прикрепить. Кстати, я вам не показала, привезла я из Петербурга вот такую статуэточку. Как только я ее увидела, прям вот всем сердцем она мне полюбилась. Посмотрите, какая красота и милота. Мне кажется, что я даже эмоции мальчика вижу на лице. Настолько действительно хорошо сделана эта статуэтка, прям вот шикарно. Да и знаете, ну она необычная, согласитесь. Я так вижу мамину руку и вот малыш в поисках, наверное, может быть защиты, опоры какой-то. Такая, знаете, символичная статуэтка. Поставлю ее вот здесь на моем рабочем месте. Будет стоять, радовать меня. Буду вспоминать нашу с дочкой поездку в Петербург. В пальной комнате у нас висят вот такие шторки вместо тюли. И штора такая тоже двухцветная, но здесь уже сшиты две ткани, темная ткань. Камера не очень хочет брать. И вот такая розовато. Вот с этой стороны, в принципе, видно хорошо, какой у нее цвет. Вот, слишком яркая она на сегодняшний день. Просто устала уже от такого цвета. Я почему-то думала, что эта штора, она сшита из разных полотен разноцветных. Оказалось, что это просто вот такой рисунок на ткани разного цвета полосы. Еще, конечно, я обратила внимание, какой крепеж у этой шторы. И выбрала тот, который подходит к нашим гардинам. У этих шторок есть еще вот такие две ленты. Сейчас их поглажу и надо будет повесить. Видите, какой у них интересный рисунок? То есть вот одна штора с правой стороны, вот здесь вот рисунок. А другая штора, рисунок у стены с левой стороны. Очень интересно получается. Отлично, теперь тут смотрится вот эта кисия. Она вот прямо в тему. Я специально подбирала цвет штор для того, чтобы вместо тюли вот эта кисия у меня осталась. И мне кажется, отлично шторы с ней сочетаются. Вчера у нас с мужем была годовщина свадьбы. Немножко уже стали портиться. У меня вообще с цветами все очень сложно. И много букетов мне дарят именно зимой, потому что я родилась зимой. Годовщина свадьбы зимой. И цветы очень плохо, естественно, переживают морозы, холод. А мы живем на севере. Мне всегда их так жалко. Мне так жалко. Они стоят так мало у меня. Какие бы цветы ни покупали, они у меня, ну не знаю, пару-тройку дней. И все, и начинают погибать. Это так печально. Еще в начале января получила я вот такую коробочку от марки Релуи. Это бюджетный белорусский бренд. Я так поняла, что многие с ним знакомы. Пишите обязательно в комментариях, интересно ли вам будет посмотреть обзор на эту косметику. И если у вас есть любимцы вообще от белорусских марок, потому что я так поняла, что сейчас они довольно популярны в бюджетном сегменте. Обязательно пишите, и я буду знать, есть ли смысл делать такой ролик или нет. Итак, переходим к следующей посылке. И это пылесос от марки Керхер. Наш пылесос совсем печальный, поэтому пришло время его заменить. Доставка этого пылесоса, кстати, осуществлялась тоже курьерской службой. Принесли его мне прямо домой. Так, смотрим, что у нас здесь. Сначала, конечно же, вся необходимая документация. Знаете, мне сразу очень понравился его размер. По сравнению с нашей громадиной, которую женские ручки поднять, конечно, могут с большим-большим трудом, вот этот мне нравится гораздо больше. Вот такой малыш. Очень мне нравится. Дизайн действительно очень современный. Похож на какого-то такого робота. Вот бы он еще сам все чистил. Я вот подумала, что, наверное, я дождусь все-таки мужа. И мы вместе с ним соберем этот замечательный пылесос. Этот пылесос предназначен для сухой уборки, без мешка для сбора пыли, с циклоническим фильтром. Несмотря на невысокую мощность, всего 700 ватт, у него очень хорошая сила всасывания, что нас, признаться, очень удивило. Еще что порадовало, это очень низкий уровень шума. Раньше, когда мы пылесосили, об этом, можно сказать, знал весь подъезд. Для себя выделила я еще одно преимущество. Это прозрачный контейнер для мусора, что, конечно же, позволяет контролировать его заполненность. В комплекте пылесос имеет несколько насадок для уборки в различных условиях. И самое главное для нас, это была паркетная щетка, потому что у нас везде ламинат, и нам приходится постоянно бороться с пылью и песком. Кстати, мне очень не понравилось, что у пылесоса довольно короткий провод, всего 5 метров, хотя указано 7,5 метров. Самое, наверное, приятное зрелище для женщины, это мужчина с пылесосом в руках, который помогает в уборке. В общем и целом, пылесос нам понравился. Он действительно тихий, легкий, компактный, маневренный, современный и очень удобный. Кстати, гарантия 5 лет. Заказывала я на SHEIN вот такой пуховик, только принесли посылку, хочу вам сразу показать. Смотрите, какой замечательный мех. Это мех не натуральный, редко встретишь искусственный мех настолько густой и выглядящий действительно очень хорошо. Этот пуховик, по-моему, оверсайз, но у него, вот так, если визуально, это где-то 44-46, он довольно-таки большой. Я его заказывала, чтобы гулять с собакой, поэтому такой размер, несколько больше, чем мой, совершенно мне не помеха, потому что я планирую надевать туда какую-то очень толстую, такую хорошую кофту, потому что этот пуховик не очень толстый. Я бы скорее назвала его курткой, но что касается качества, то оно отличное, все очень хорошо сшито. Лиза, можно потише маленько? У нас тут вот что происходит. Вот что у нас тут происходит. Отличный пуховик, хорошо подойдет для не очень морозных дней, наверное, и, конечно же, в обычной жизни его запросто можно носить, если вы пуховики носите. Я сказала о том, что буду гулять с собакой не потому, что он плохой, а просто потому, что я хожу в шубе, а гулять с собакой, конечно же, в шубе не очень удобно. Также для этого пуховика я заказывала вот такие ботиночки. Мне это мундирование необходимо, чтобы гулять с собакой, потому что у меня как-то больше вся модельная обувь. Конечно, в такой обуви долго с собакой не погуляешь. Поэтому был сделан этот заказ. А вообще, ботиночки, как видите, отлично. Они очень хорошо выглядят. Они отлично прошиты. Специально вам все близко показываю, насколько хорошее качество. Отличная подошва для периода осень-зима. Так что, если вы носите такую обувь, то очень даже можно рассмотреть покупки. Единственное, хочу сказать, что они мало мерят. Я заказывала себе 36, но они на 35. Так что берите на размер больше. Я вот специально подстраховалась. Как оказалось, как я и думала, они немножечко меньше. Но выглядят они отлично. Также я заказала вот такие две вещи для дома, которые тоже меня очень порадовали. Конечно же, своим потрясающим качеством. Качество действительно очень хорошее. И это вот такой набор для дома. Это футболочка вот такая миленькая с котятками. И это вот такие замечательные штанишки. Я выбрала размер М, конечно же, для того, чтобы мне ничего нигде не жало. Люблю дома ходить в таких вещах. Конечно же, если бы это были какие-нибудь геометрические фигурки, полоски или однотонные, мне бы понравилось гораздо больше. Но дома почему нет? Если я не жду гостей, то для меня такие вещи дома очень даже насибельны. Что касается качества, то оно отличное. Вот здесь вот можно немножечко затянуть поясок. Это здорово. Я очень довольна. Хороший, очень хороший костюмчик. Опять же, тоже стоит это недорого. Для дочки заказала вот такие милейшие тапочки. У меня дома ходить в таких тапочках будет слишком жарко. А вот у них как раз довольно-таки холодно в квартире. Поэтому, думаю, такие замечательные тапки. Классные. Очень мягкие, очень комфортные. Отлично сшитые. Мне абсолютно нечего сказать о них плохого. Но я, собственно говоря, и не стремлюсь. Очень понравились. Если в квартире холодно, мне кажется, это вот реальный выход. И ноге будет очень приятно. И тепло. Единственное, что я вот так смотрю, по-моему, они будут и все-таки великоваты. Но надеюсь, что подойдут. Хорошие тапочки прям. Ой, куколки какие замечательные. Ну, если уж это домашний влог, и мы говорим о вещах для дома, то покажу вам заказ, который я еще даже не открывала. И я заказывала, это был автозаказ. И я заказывала себе брючки, брючки для дома. Сейчас я открою, посмотрю, как они выглядят. Отличные брючки для дома. Из вискозы. Очень приятный цвет. И вот здесь есть вот такая отделка кружевом. Вообще, можно купить еще такую же маечку. Это будет набор. К сожалению, маечки не было. Но я думаю, что она все-таки появится, когда в продаже. Я ее тоже обязательно закажу. Отличные брючки. Очень понравились. Действительно, очень красивые, комфортные. Ткань настолько приятная. Обалдеть. И очень люблю, когда здесь по поиску можно размер себе увеличивать или уменьшать. Классные, очень хорошие. На этом я завершаю свой ролик. Кстати, таких видео у меня на канале довольно много. И наверху, и внизу я оставлю вам ссылку на плейлист, где собраны все домашние влоги. Я уверена, что вы найдете для себя там много всего интересного. А на этом я с вами прощаюсь. И, конечно же, до встречи на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok